Очень приятно поиграть с сыном солдатиков из своего детства. Достаешь из коробок наборы русских воинов и ливонцев и устраиваешь сражения. Можно играть по старинке, типа пиф-паф, ты убит. А лучше сражаться, применяя кубики и нехитрые правила битв. Атаки, защиту определять при помощи бросков кубиков. Линейкой замерять дистанцию стрельбы и передвижения. Так бой из разряда детской шалости переходит в более осмысленную игру. Можно построить крепость и проводить ее в штурм. Например, вооружить воинов тараном, приблизиться к воротам, пробить их и ворваться в цитадель. Вариантов много. Правда, защитники тоже не дремлют. И на голову атакующим летят всякие тяжелые предметы. Ворота стали непреодолимой преградой. Что делать? На помощь нам приходят модели U-Gears. Конструкция башни позволяет проникнуть на стены, минуя ворота. Теперь можно завязать рукопашный бой с врагом и проверить, кто сильнее и удачливее в бою. И вот удача сопутствует нашим витязям, и враг разбит. Но что делать, если противник к следующему бою сделал стены выше осадной башни? Ответ прост. Увеличим высоту башни. В конструкторе есть хитрые механизмы из шестеренок, позволяющие поднять башню на значительную высоту. Сам процесс работы этих механизмов довольно увлекательный. Лично мне нравится, а дети просто в восторге. Крутится множество колесиков, и у вас на глазах башня растет. Прям чудеса какие-то. И теперь наши воины снова врываются во вражеский замок. Врагу остается только капитулировать. Но в новую битву враг собрал большие силы. Удастся ли его победить? Сколько славных витязей сложат головы в этом бою? На помощь приходит аркбаллиста от U-Gears. Модель содержит подвижные части и может даже стрелять. Наверное интересно посмотреть, как двигаются различные ее механизмы. Взводим механизм. Заряжаем дротик. Можно наводить орудие при помощи рычагов. Выстрел. Игрок сам может определить, как применять аркбаллисту. Есть специальная платформа для использования ее на земле. Вот такие четыре распорки. Сверху крепим осадную машину при помощи специальных зажимов. Это пригодится, если будет необходимость отражать вылазку из замка. И вот противник открывает ворота и идет в атаку. Мы немного проредим их в порядке, чтобы нашим воинам было легче. Можно аркбаллисту установить прямо на башню и вести обстрел защитников стены. Как говорится, это решать вам самим. Кстати, орудие можно применять и для игр кубиками. И определять попадание и промахи при помощи придуманных вами правил. Например, если выпало на кубики 1-2, это попадание. А3-6 – промах. Важно то, что вы сами можете определять нужную вам точность орудия. Так что модели U-Gears открывают новые возможности для военных игр. Где же взять эти замечательные модели? В описании к этому видео я оставлю ссылки, пройдя по которым вы попадете на сайт U-Gears и сможете приобрести деревянные модели со скидкой в 20%. Хорошая скидка. На сайте много других моделей для моделистов. Причем как для мужчин, так и для женщин. Машины и кораблики для мужской аудитории. А цветочки и шкатулки с сюрпризом. Для женской. Есть на что посмотреть и выбрать. Мы же вернемся к башне и орудию. Я получил модель в хорошей упаковке. Внутри находится брошюра с пошаговой инструкцией по сборке и 5 листов из фанеры с детальными моделей. Сам я моделист, увлекающийся сборкой и окраской солдатиков. Но не танков и кораблей. И когда увидел кучу деталей, в душу мне закрались даже сомнения. А смогу ли я собрать все это правильно? Но сомнения надо оставить. Берем инструкцию по сборке и начинаем работу. Она очень подробна и нужно просто следовать по предложенному алгоритму сборки. И все получится. Важно, что эти модели не стоит покупать и давать детям собирать самим. Ребенок может с этим не справиться. Эти модели созданы для того, чтобы вы вместе с детьми их собирали, попутно обучая их читать инструкции и собирать сложные механизмы. Работа реально сплачивает тебя и ребенка. Вы будете обсуждать, как сделать ту или иную часть модели. Радоваться, когда деталь будет двигаться и крутиться. Несколько совместных семейных вечеров вам обеспечены. На работе понадобится восковая свечка. В указанных в инструкции местах деталь нужно натирать воском для лучшего скольжения. Иногда нужно немного поработать наждачной бумагой, которая уже вложена в набор и покупать ее не нужно. При сборке вы будете чувствовать приятный запах дерева. В этом отношении сборка приятнее, чем делать модели из пластика. Также в работе не нужен клей, что упрощает и удешевляет работу. Если вдруг при сборке моделей вы что-то сломаете, то это не беда. В наборе есть очень много запасных деталей, которые вы можете использовать. Также компания U-Gearz обязуется выслать вам бесплатно те части и детали, которые вы сломаете при сборке бесплатно. Лично мне это не пригодилось. Все собралось без поломок. Также при сборке башни и аркбаллисты присутствует вариативность. Можно собрать модели с щитом и эмблемой дракона либо горгоны. И точно так же орудия. Так что если вы купите два набора, то их можно сделать разными. Чтобы, например, вести боевые действия друг с другом. Если у вас еще нет детей, то модель можно приобрести для себе. Приятно собранную модель поставить на полку и удивлять знакомых с созданной лично вами сложной конструкцией. К тому же она еще и двигается, что добавляет интереса для зрителей. Так что заходите в описании видео, кликайте по ссылке и выбирайте понравившиеся модели от U-Gearz. А на сегодня все. Пока-пока.